Привет! Это обзор функций и возможностей комплексного эффекта Prism 3 от Shift Line. Третье поколение комплексного эффекта Prism — это инструмент для генерации уникальных звуковых эффектов, сочетающих в себе аддитивный синтез, различные виды модуляции и реверберацию. Возможности прибора не поддаются стандартной классификации, именно поэтому в название вынесено три основных элемента — модуляция, фильтрация и заполнение пространства. Prism 3 содержит 22 уникальных алгоритма — от классических эффектов модуляции до синтеза аккомпанемента на основе входного сигнала. Для подключения Prism в моно рекомендуется использовать левый вход и левый выход. Для преобразования моно-сигнала в стерео — левый вход и оба выхода. При таком подключении сигнал подается в оба канала обработки. В алгоритмах предусмотрена возможность получить широкий стереосигнал из любого источника. Для коммутации в стерео используются моно-кабели для каждого канала. В Prism 3 используется независимая обработка левого и правого канала — от входа до выхода. Это позволяет сохранить позиции источников исходного стереосигнала или создать их движение в стереополе. Независимая обработка каналов позволяет использовать педаль в моно для двойной обработки сигналов. Но стоит учитывать, что при таком методе коммутации сигнал проходит через алгоритмы дважды, что может дать довольно непредсказуемый результат. Этот способ коммутации также позволяет добавить дополнительную обработку в разувь между каскадами. Например, педаль драйва Stages. Интерфейс с автоматическим сохранением всех параметров содержит 33 настроенных программы и нет необходимости поиска правильного положения ручек. Все настройки хранятся в памяти прибора. После завершения коммутации и подачи питания, прежде всего обратите внимание на ручку программ и переключатель банка. Перед вами три банка по 11 программ в каждом. В нижнем положении переключателя — банк Prism с 11 комплексными эффектами. В среднем — банк Effects с 11 эффектами модуляции. В верхнем — банк User Defined — 11 избранных алгоритмов пользователя. Сюда можно перенести любые алгоритмы банков Prism и Effects. Ручка программ переключает алгоритмы и настройки их параметров внутри банка. Сохраненные настройки параметров программы читаются из памяти до тех пор, пока не были изменены из интерфейса. Что сохранено в память прибора, то и звучит. Физически интерфейс не отображает сохраненных настроек, но при изменении любого параметра прибор его считает и автоматически сохранит изменения. Знакомство с Prism мы рекомендуем начать с прослушивания программ, сохраненных в банке User Defined. Вот некоторые из них. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Всего в Prism 22 алгоритма. Они расположены в фиксированных позициях банков Prism и Effects. Подробное описание каждого из них доступно на странице прибора. Стоит отметить, что алгоритмы Prism 3 могут быть полностью заменены пользователем на другой набор. Уже в Prism 2 была возможность редактирования и замены алгоритмов прибора. Каждый желающий мог почувствовать себя DSP-программистом, редактируя файлы настроек. В новой версии эта возможность сохранилась и даже улучшилась. Однако эта система не вызвала большого интереса со стороны пользователей, и мы решили, что нужен простой и понятный редактор, позволяющий менять алгоритмы прибора. Разработка плагина редактора уже стартовала. Как только он будет доступен, мы сообщим об этом в наших социальных сетях. А пока продемонстрируем один из экспериментальных алгоритмов, которого нет в стандартной поставке Prism 3. Если возможность замены алгоритмов в Prism 2 заинтересовала, подписывайтесь на наши соцсети и следите за новостями. Давайте подробно рассмотрим элементы интерфейса Prism. В приборе применены сдвоенные элементы управления. Функции с прямым доступом, обозначены жирным шрифтом. Ручка Program, которая отвечает за выбор алгоритма и программы. Frequency – минимальное значение частоты фильтров. Depth – глубина модуляции параметров. Rate – скорость модуляции. И CrossMix – соотношение громкости чистого и обработанного сигнала. Вторичные функции, доступные при удержании кнопки Alt, обозначены на приборе надписями в RAM. Resonance – резонанс фильтров и характер алгоритма. Reverb – скорость затухания реверберации. Scale – масштабирование скорости модуляции при установке кнопкой Tap Tempo. И Boost – усиление выходного сигнала. Дополнительно присутствуют вторичные функции, не влияющие на звук мгновенно. Они доступны при удержании кнопки D-Tune. Стерео – смещение фазы модуляции каналов. D-Tune – скорость плавной расстройки сигнала. И ручка Reverb Filter – яркость реверберации. Эта ручка не имеет подписи на панели, так как каждый алгоритм имеет собственный заданный характер реверберации. Тем не менее, параметр доступен пользователю для тонкой подстройки. Давайте подробно рассмотрим каждый из элементов управления PRISM-3. На примере алгоритма Extended Range War. Выбираем банк FX с переключателем «Банк» и устанавливаем ручку «Программ» в позицию 1. Выбран алгоритм Extended Range War и связанная с ним программа. Интерфейс считал все настройки с памяти прибора, и программа звучит так. Ручкой CrossMix мы настраиваем соотношение чистого и обработанного сигнала. Слева – сигнал без обработки, справа – только обработанный сигнал. Исходный сигнал PRISM не проходит через цепь от CP-CAM, в результате чего не имеет задержки и остается неизменным. Оставим только обработанный сигнал для большей наглядности. Для начала отключим воздействие LFO на сигнал. Для этого выставим ручку DEP в минимальное положение. Движение фильтра остановлено, и можно настроить нижнюю частоту ручкой Frequency. При таких настройках ручка частоты по сути становится педалью 1. Слева – нижнее положение, справа – верх. Эффект от поворота ручки прекрасен, но руки исполнителя обычно заняты. И тут на помощь приходит возможность подключить к этой ручке робота, который будет крутить ее за нас. Этот робот присутствует в педале на ручках RAID и DEP. Ручкой DEP устанавливаем глубину движения фильтра. Слева на ручке воздействие равно нулю, справа – максимум. Максимум в данном случае равен выкручиванию ручки частоты до конца вправо. Однако мы не ограничены только этими положениями, и можем настроить диапазон движения фильтра иначе – ручками частоты и глубины. LFO модуляции в призм позитивна, то есть всегда движется от минимума, установленного ручкой частоты, к максимуму, установленного ручкой глубины. Таким образом, элементы управления позволяют не только задействовать весь диапазон движения, доступный на ручке частоты, но и сместить его выше. После того, как мы подобрали глубину модуляции, разберемся с настройками ее скорости. Ручка RAID и переключатель BIT отвечают за скорость LFO. В минимальном положении ручки RAID скорость модуляции наименьшая. Для большинства алгоритмов период модуляции в этом положении составляет 60 секунд. Максимальная скорость для большинства алгоритмов составляет 8 циклов в секунду. Для изменения диапазона можно воспользоваться переключателем BIT. В верхнем положении – четверти, в среднем – восьмая с точкой, в нижнем – четвертная треволь. Также предусмотрена возможность установки периода модуляции при помощи кнопки TAB. Педаль изменит скорость модуляции после второго короткого нажатия на кнопку TAB. Позиция переключателя BIT при этом тоже учитывается, что позволяет создавать более интересные ритмические рисунки, отбивая четвертый. Теперь перейдем к настройкам вторичных функций. Первая из них связана с установкой скорости модуляции кнопкой TAB. Для удобства пользователя предусмотрена возможность кратного изменения скорости модуляции. Ручка SCALE. Установленный кнопкой TAB период модуляции можно ускорить и замедлить до 32 раз. Для этого нажимаем и удерживаем кнопку TAB. При удержании кнопки интерфейс прибора переключается на второй набор органов управления. Доступны все параметры, подписанные в рамке. Нас интересует ручка SCALE. При повороте от центра влево мы замедляем скорость LFO. При повороте вправо ускоряем. В нашем случае оставим этот параметр неизменным, выставив ручку на 12 часов. Ручка BOOST позволяет добавить громкость. В минимальном положении увеличения амплитуды нет. В максимальном сигнал громче на 10 дБ. Ручка REVEOP настраивает длину спада реверберации. В минимальном положении секция реверберации отключается. В максимальном можно получить очень длинный хвост реверберации. Добавим к нашему эффекту WA пространство, установив ручку REVEOP в нужное положение. В этом месте уже становится понятно, почему мы называем PRISM комплексным эффектом. При помощи одной педали мы уже получили и авто-WA и добавили пространство без использования дополнительной педали реверберации. Но вернемся к настройке остальных параметров. Следующий ручка резонанс. Эта ручка всегда настраивает именно резонанс фильтров. Но в разных алгоритмах ее воздействие отличается. Она позволяет смягчить или усилить резонанс на частоте среза фильтра, тем самым изменив характер звучания эффекта. В минимальном положении можно получить мягкий фильтр без резонанса. В максимальном резкий резонанс подчеркивающий выбранную частоту. А теперь перейдем к вторичным функциям доступным при удержании кнопки О. При удержании кнопки педаль переходит в дитюн мод. Питч сигнала плывет вверх или вниз со скоростью установленной ручкой дитюна. Функция плавного изменения питча сигнала включается при удержании кнопки и работает даже во время настройки вторичных функций, связанных с кнопкой дитюна. Если во время настройки на выход прибора поступает сигнал, то он будет расстраиваться, пока кнопка нажат. Однако связанные с этой кнопкой вторичные функции не влияют на звук в реальном времени, а их настройку лучше производить при подготовке пресета, а не изменять во время исполнения партии. Первая из этих функций дитюна, скорость плавной расстройки. Чем ближе к центру установлена ручка, тем медленнее расстройка сигнала. При отклонении от центра вправо питч сигнала плавно повышается, при отклонении влево понижается. Чем ближе к крайним позициям установлена ручка дитюн, тем быстрее происходит плавная расстройка. Таким образом настраивая скорость расстройки можно получить эффект гитарного тремола, замедление или ускорение в духе кассетного магнитофона, винила или старых сэмплеров. Вторичная функция стерео влияет на фазу ЛФО правого канала и позволяет настроить движение сигнала в стереополе. В минимальном положении фаза ЛФО каналов соответствует параметрам с заданным алгоритмом. Если расфазировки модуляции для каналов не предусмотрены алгоритмом, то нет и движения в стереополе. В среднем положении разница фазы составляет 180 градусов. Для большинства алгоритмов это максимальная ширина стерео. В максимальном положении фазы отличаются на 360 градусов, то есть делают полный оборот и снова равны настройкам в алгоритме. Промежуточные значения позволяют настроить направление и характер движения сигналов в стереополе. И вот уже программа, которая была простым АвтоВА превратилась в нечто иное, более сложное и интересное. Фильтрованный сигнал гуляет по панораме и дополнительно окрашен реверберацией. И тут мы переходим к последней ручке, доступной при удержании кнопки D-Tune. Фильтр реверберации. Ручка не подписана, так как алгоритмы предварительно настроены, но возможность тонкой настройки доступна пользователю и находится в том же месте, где и основной параметр реверберации D-K. Эта ручка настраивает полочный фильтр в петле реверберации. Слева максимальное воздействие, темная реверберация, справа минимальное, открытый яркий отклик ревер. Чем меньше значение ручки, тем короче и темнее D-K. реверберация в петре в петре в петре и в петре и в петре и таким образом мы полностью настроили алгоритм и создали нужную нам программу. PRISM уже хранит программу связанной с алгоритмом ячейки BankFX позиция 1. Осталось разобраться с переносом настроенного алгоритма в банк с избранным. Для этого рассмотрим последний элемент интерфейса ручку Copy Settings. Она позволяет копировать настройки одной программы в ячейку другой и создавать набор избранных алгоритмов в банке UD. В отличие от банков PM и FX, которые имеют фиксированную структуру расположения алгоритмов, в банк User Defined мы можем перенести алгоритм и связанную с ним программу. Перенесем настроенный нами алгоритм Extended Range War в шестую позицию банка UD. Нажимаем и удерживаем Alt. Переводим переключатель банк в верхнее положение. Устанавливаем ручку Copy Settings в нужную позицию и отпускаем Alt. Программа перезаписана и доступна при выборе шестой позиции банка UD. Для переноса настроек одного алгоритма в другой внутри банка принцип не меняется. Удерживайте нажатым Alt и установите ручку Copy Settings в нужную позицию. Настройки записываются в момент отпускания кнопки Alt. Если передумали, вернитесь в исходную позицию, не отпуская кнопку Alt. Разница в алгоритмах настолько существенна, что перенос настроек с одного на другой почти не имеет смысла. Мы рекомендуем настраивать алгоритмы индивидуально и переносить любимые пресеты в банк User Defined. Универсальное гнездо Control позволяет управлять всеми параметрами по протоколу MIDI. Подключать экспрессию, пассивный футсвич или аналоговые триггеры. Подробно с возможностями внешнего управления можно ознакомиться на странице поддержки Prism3. Самые широкие возможности доступны по MIDI. Вот пример использования MIDI-контроллера для управления параметрами и переключения программ. Настроить дополнительные параметры можно в режиме Setup Mode или подключив прибор к компьютеру через разъем USB Type-C. Подведем итог. Prism3 с легкостью интегрируется даже в самый необычный Setup. Это универсальный инструмент для генерации уникальных звуковых эффектов с интерфейсом автоматически сохраняющим настройки и возможностью внешнего управления параметрами. 22 алгоритма представленные в приборе сейчас это далеко не весь возможный арсенал обработки на который способен Prism3 и мы работаем над возможностью легкой смены алгоритмов при помощи приложения Redactor. Подробное описание, видеопримеры и инструкцию вы найдете на нашем сайте. Подписывайтесь на канал и следите за обновлением. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова